Билл Вис был избран Богом, чтобы провести 23 минуты в аду в качестве неверующего, а затем рассказать миру о том, что ад существует. А еще ему рассказали о том, когда вернется Иисус. Подробнее об этом вы узнаете в этом выпуске программы «Это сверхъестественно». Можем ли мы раскрыть секреты сверхъестественного? Существуют ли ангелы? Есть ли жизнь после смерти? Реальны ли чудеса исцеления? Можем ли мы получить сверхъестественную помощь из другого измерения? Описано ли наше будущее заранее? Сидрот уже 30 лет исследует загадочный мир сверхъестественного. Сидрот сегодня с вами в программе «Это сверхъестественно». Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Верите ли вы, что ад действительно существует? Я хочу сказать, что тот ад, где есть страдания, сера и мучения, и еще демоны с вилами, есть на самом деле. Компания Барнум провела в Америке исследование и выяснила, что две трети людей не верят в ад со страданиями и мучениями. И в самом деле это не очень популярная тема. Вы помните, когда в последний раз вы были в доме молитвы, и там говорили об аде? Бог просто должен был взять дело в свои руки. Он показал ад человеку, который имеет безупречную репутацию. Человеку, который никогда не принимал ни наркотики, ни алкоголь, у которого хороший брак, настоящему гражданину. Я даже изучал его характеристику. Вышедший в отставку начальник полиции, с которым он был знаком несколько десятков лет, дал ему характеристику. Я хочу сказать, что если бы я работал в Голливуде и выбирал кого-нибудь для того, чтобы он увидел ад, а потом вернулся и доложил, что там делалось, то он был бы и стал бы тем человеком, которого я взял. Это подходящая кандидатура. Мы вышли на улицы, чтобы выяснить, верят ли люди в ад. Там, где есть страдания, сера и демоны. Вы будете поражены тем, что мы узнали. Нет, я не верю, что ад существует. Знаете, ведь Бог любит всех на свете, поэтому он хочет, чтобы все жили с ним на небесах. Ад? Иногда мне кажется, что ад находится на земле, ведь здесь так много всякого насилия, войн и терроризма. Мне кажется, что ад находится здесь. Я вообще не верю в ад. Мне кажется, что это все выдумала церковь, чтобы контролировать людей и манипулировать ими. Все из нас попадут на небеса, потому что Бог очень добрый. Бог любит нас всех. Все мы попадем на небеса. Да, я верю, что ад существует. Мне кажется, что ад это место, куда попадают люди, не попросившие Бога простить все их грехи. Здравствуйте, с вами Сидрот, а также Билл и Аннет Вис. Билл, ведь до того, как вы пережили это испытание, Бог рассказал вам многое про ад. А мне интересно, что вы думали об аде до того? Как это произошло? Я никогда особо не задумывался об аде. Я был христианином уже 40 лет. Это произошло 12 лет назад. Но я никогда не изучал эту тему. У меня не было никакого интереса к ней. Моя жена и я никогда не смотрели фильмы ужасов или какие-то программы про подобное зло. Но я знал, что там повсюду огонь, и вот, пожалуй, все, что я знал. Давайте вернемся в тот день. Вы пошли спать, затем проснулись. Сколько времени было тогда? Это было 23 ноября, 3 часа ночи. Я прав? Я встал в 3 часа, чтобы выпить стакан воды. Откуда вы знали, что было 3 часа? Я посмотрел на часы. Итак, вы взяли стакан с водой, и что было потом? Сид, у меня вдруг появилось такое чувство, будто меня вытащил из моего тела кто-то. Как такое бывает, иногда люди испытывают это. Со мной прежде никогда такого не происходило. Меня вытащили из моего тела, и я понял, что падаю в длинный туннель. Вдруг я очутился в некой пещере и ударился о каменный пол. Я оказался в тюремной камере с грубыми каменными стенами и каменным перекрытием. Я на самом деле очутился в тюрьме, она была похожа на какое-то подземелье, такая грязная, вонючая. Вы поняли, где вы очутились? Я не спал и понимал, что все это происходило на самом деле. Я понимаю, но вы поняли, что были в аду? Да, там было неимоверно жарко, так что я сразу понял, что был в аду. В одной камере со мной находились демонические существа. Они ходили, как звери в клетке, по-настоящему свирепые, очень порочные. С ними не могло сравниться ни одно из ранее видимых мною существ. Бывали у вас видения или подобные зрелища прежде? Нет, у меня никогда раньше не было видений. Как я уже сказал, я не спал и понимал, что все это происходило на самом деле. Я на самом деле был там и видел, как демоны ходили по клетке. Они были наполнены крайней ненавистью к Богу, а затем они наполнились ненавистью ко мне. Мне было интересно, почему они так ненавидели меня. Что я им сделал? Но тут один из них схватил меня и швырнул об стену. Погодите, вы ведь христианин, да? И вам нечего было делать в аду. Вы напомнили им об этом? Христианин может увидеть ад только в видении. Это и было видение, и Бог сделал так, чтобы я забыл о том, что я христианин. Он как-то заблокировал это знание. Я могу привести вам много примеров подобного из Священного Писания. Целью его было то, что я почувствовал в аду муки. Это произошло так быстро, когда вы стали осознавать происходящее. Какой первый вопрос возник у вас в голове? Я спросил себя, почему я здесь? Как я сюда попал? Я ничего не понимал. Все объяснилось по пути назад, но тогда я чувствовал лишь боль и мучения, которые причиняли эти демоны. Вы все это чувствовали на себе? Да. Сейчас я понимаю, что ощущал далеко не все, потому что Бог по пути назад объяснял мне, что Он сделал, как Он заблокировал основную боль. Но все же Он позволил мне испытать хоть какую-то боль, поэтому я могу сказать людям, что все это никакая не метафора и не аллегория. В аду вы ощущаете самую настоящую боль. Что показалось вам наиболее ужасным во время этой экскурсии по аду? Понимание того, что я никогда не выберусь отсюда. Безнадежность. Понимаете, вот что Бог хотел, чтобы я там испытал. Если бы я был там и осознавал, что я христианин, то я бы знал, что смогу выбраться оттуда, но Бог лишил меня этого знания. Слава Богу, я оттуда выбрался. Мне не пришлось там остаться. Но я не ощущал спасения и думал, что никогда не выберусь оттуда. Пройдет 10 миллионов лет, а я все еще буду там. А еще хуже знать, что никто не придет к тебе на помощь. Никакая конница не приедет из-за холма, ни один ангел не защитит тебя. Расскажите что-нибудь из того, что вы своими глазами видели в аду. Я видел тамошних демонов. По виду они похожи на рептилии. Все их тела покрыты шишками и чешуей. У них громадные челюсти, валившиеся глаза и когти длиной с человеческую ступню. Те два демона, которых я видел, были где-то 12 футов в высоту. Наверное, вам кажется, что я преувеличиваю, но в Священном Писании есть строки, описывающие подобных демонов. Они мучили меня. Они вонзали мне в грудь свои когти и рвали мою плоть. Я не мог поверить, что перенес это и остался в живых. Вскоре вы узнаете, что на эту экскурсию в ад Мессия отправил его неспроста. Когда же вы узнаете ее причину, мне кажется, это навсегда изменит вашу жизнь. Оставайтесь с нами. Повернемся через несколько мгновений. Это сверхъестественно. Целью Бога с самого начала было сделать все народы едиными в Иешуа, Мессии и Иисусе, чтобы разрушить стену, разделявшую иудеев и язычников. Когда духовная ДНК евреев смешается с ДНК Христиан Нового Завета, начнется то, что апостол Павел назвал «жизнью из мертвых». На сайте Сидорота вы найдете статьи на самые актуальные темы и учения о новом человеке. Зайдите на наш сайт прямо сегодня. Это сверхъестественно. С вами Сидорота, а также Билл и Аннет Вис. Билл, вы пережили одно откровение. Вы не ожидали подобного откровения. Вы не хотели бы такое пережить, но все же испытали это. Бог подготовил для вас своего рода экскурсию с целью, чтобы вы кое-что выяснили. Но я хотел бы узнать больше о том, что вы пережили, увидели и почувствовали в аду. Пожалуйста, расскажите мне и нашим зрителям подробнее. Там были демоны, и они раздирали мне плоть. Моя плоть болталась, словно ленты. В аду у вас есть тело. Один из демонов подхватил меня и швырнул об стену. Я почувствовал, как у меня ломаются кости. Я почувствовал боль, а еще те демоны были наполнены ненавистью. Вы кричали, да? Кричал. Как видите, я сейчас очень спокоен, но там я не мог быть спокоен. А другие люди, которые были там, кричали? Вокруг все так громко кричали, Сид. Это было просто невыносимо. Когда слышишь крики миллионов людей, исходящие прямо из их легких, тебя просто оглушает. Тебе кажется, что это будет длиться вечно. В аду нет ни покоя, ни тишины. Вы должны терпеть все это, целую вечность. Как я уже сказал, эти демоны просто ненавидят вас. Хотя наибольшую ненависть они испытывают к Богу, они ненавидят и вас, творений Божиих. И вы ничего не можете сделать, чтобы защитить себя. У вас в теле просто не остается силы. У вас не остается никакой силы. А еще вам приходится ощущать ужасные запахи. Запахи в аду ужасны и отвратительны. Там пахнет хуже, чем из канализационной трубы. А еще там пахнет горящей, серой. А запах серы, кстати, очень токсичен. Вам, наверное, интересно, как я смог выжить после того, как надышался этого воздуха? В аду не хватает воздуха, чтобы дышать. Так же, как здесь, там вам нужен воздух. Он побывал в аду, побывал там, несмотря на то, что был верующим, но его лишили знания того, что он был верующим. А теперь расскажите о том моменте, когда вас спасли. Я наблюдал, как все эти люди горели в большой, огромной бушующей яме, наполненной огнем, а самого меня окружали демоны. Я стоял на земле, заполненной личинками, настоящими личинками. Это было отвратительно. Кстати, о запахе вы какие-нибудь ощущали? Можно ли там вообще ощущать запахи? Там пахло ужасно, противно, просто отвратительно. Я ведь сказал, что эти запахи были похожи на то, как пахнет из канализационной трубы. Там можно найти покой? Там было так громко. Оттуда хотелось выбраться, но оттуда выбраться нельзя. В аду никогда не бывает спокойствия. Там приходится постоянно слышать крики людей, исходящие прямо из их легких. Я это видел, но вам никогда не уснуть в аду. А теперь расскажите мне о вашем спасении. Меня затянуло в какой-то туннель, и вдруг появился яркий свет. Я сразу понял, кто это был. Я сказал, Иисус. И он сказал, да, это я. Я рухнул к его ногам, и он коснулся меня. Когда я пришел в себя, я не видел его лица. Я видел только контур человека, стоящего в этом ярком, чистом, святом свете. Я не хотел его ни о чем спрашивать, но тут мне на ум стали приходить разные мысли, и я подумал, Господи, почему ты отправил меня в это ужасное место? Он ответил, потому что многие люди не верят, что ад существует. Он сказал, даже некоторые из моих людей не верят в то, что ад на самом деле существует. Да, но вы-то поверили, что ад существует. Вы не задержались там надолго, но поверили. Да, но многие христиане не верят. Они не верят, что ад именно такой, как его описывают. Почему Бог послал вас туда? Я сам спросил его. Хочу сказать, что если бы я решил показать вам подобное, я сделал бы это без всяких сверхъестественных откровений. Тогда я был обычным риэлтором, который ходил каждый день на работу. Вы были успешным человеком? У меня была успешная компания. Мы зарабатывали полмиллиона долларов в год и успешно работали в сфере недвижимости на протяжении 30 лет. И поэтому я понятия не имею, почему он выбрал меня. На мой взгляд, я меньше всего подходил на эту роль. Но это не важно. Я сказал, Господи, почему ты выбрал меня? Он сказал, потому что многие люди не верят в ад. Он хотел, чтобы я поделился с людьми тем, о чем говорится в Слове Божьем. Он послал меня туда не в наказание. Он просто послал предупреждение. Что он еще вам сказал? Он ответил на несколько вопросов, возникших у меня на уме. Один из них был следующим. Почему, Господи, я не знал Тебя? Он сказал, потому что я хотел, чтобы ты испытал безнадежность, которую чувствуют в аду от того, что знают, что никогда не выверются оттуда. Это навечно. Раз уж вы рассказываете, что впервые в своей жизни испытали чувство оторванности от Бога, скажите, на что это было похоже? С чем это можно сравнить? Вы же знаете, в послании Иакова о первой главе говорится следующее. «Всякое даяние доброе не сходит свыше. Ад — это место, не имеющее ничего общего с Богом. Он убрал из ада свои атрибуты. Вот почему в аду так ужасно, ведь там нет его атрибутов. Все добро, происходящее в жизни, исходит от него. Если вы не хотите иметь ничего общего с Богом, то для вас приготовлено место, которое не имеет с Богом ничего общего. Вот почему это так ужасно. Бог просто ушел оттуда». Там действительно была яма, заполненная огнем, настоящим, обжигающим огнем, настоящим пламенем. Иисус сказал об Аде 46 строк, и 18 из них были посвящены адскому огню. «И еще ты видел людей в этой яме». «Как они горели». «И пламя пожирало их плоть». «Пожирало плоть с их костей. Хочу вам сказать, что это было самое ужасное зрелище. Они кричали, кричали, корчас в агониях. Там было очень жарко. Все, что я хочу, так это предупредить людей. Это место действительно существует». Если бы они хоть на пять секунд увидели все это, они бы поменяли свое мнение. Но Иисус, когда увидел их, Он сказал, «Скажи людям, что Я приду очень скоро». Затем Он повторил это еще раз. «Я приду очень, очень скоро». Я знаю, что если Он повторяет это дважды, это точно произойдет. «Очень, очень скоро». Что вы еще можете нам сказать об этом? Я сердцем почувствовал, что Он действительно не кривил душой. Нам не придется долго ждать. Вы должны всем об этом рассказать. Вам может показаться, что люди посчитают вас сумасшедшими. Вот какие мысли могут прийти. Но Господь дал на это ответ. Я подумал, «Господи, я не хочу никому рассказывать об этом испытании. Люди ведь подумают, что я либо сумасшедший, либо же у меня был ложный сон». Но Он ответил, «Это не твоя забота». Понятно. У меня еще очень много вопросов. Он поучаствовал в сотнях светских ток-шоу на радио и телевидении, и ему задавали очень хорошие вопросы. Я хочу задать очень важный вопрос. Почему же Бог любви, наш Бог любви, послал кого-то, созданного по его образу и подобию, испытать не просто страдания, а вечные страдания? Почему любящий Бог сделал это? Вы можете ответить. Мы узнаем об этом, когда вернемся после небольшой паузы. Поэтому оставайтесь с нами. Это «Сверхъестественно». Новый человек. Целью Бога с самого начала было сделать все народы едиными в Иешуа. Когда евреи и христиане станут едиными в Иисусе, мы переживем величайшее деяние Божие, которого мир не ведал прежде. Если вы хотите испытать Божий Дух, Божью Любовь, Божью Силу, зайдите на сайт Сидорота. Там вы найдете статьи на самые актуальные темы и учения о новом человеке. Заходите на наш сайт прямо сегодня. sidrot.org Это «Сверхъестественно». Зачем? Зачем любящий Бог посылает людей, созданных по Его образу и подобию, на вечные муки ада? Кстати, муки ада действительно вечны. Люди там постоянно страдают. Зачем же Он сделал это? Зачем Он вообще создал ад? С этим вопросом я обращаюсь к нашему гостю, Биллу, в визу. Билл, зачем Он это сделал? Скажите. Вообще-то Бог никого не посылает в ад. Люди сами попадают в ад из-за того, что не принимают те указания, которые им дает Бог, чтобы они держались подальше от ада. Они не принимают то, что Он им говорит. Ад был уготовлен для дьявола и его приспешников. Он был предназначен не для человека. Вообще-то, так и было. У ада была определенная цель. Люди считают так, как любящий их Бог может послать туда хорошего человека. Ведь все считают, что они хорошие. Но есть три причины, по которым это не работает. Можно привести в пример следующую аналогию. Если бы вы подошли к самому дорогому дому в вашей стране, постучались бы в дверь и спросили, «Можно я поживу у вас, ведь я хороший человек?» Что бы вам ответили? Нет, ведь правда. Вы же не будете ожидать, что вас впустят, ведь вы никак не связаны с этими людьми. Так же и с людьми, которые всю свою жизнь никак не связаны с Богом. Они не признают Иисуса Сына Божий, хотя, согласно Его словам, это и есть единственный путь в Его жилище. Затем в конце своей жизни они приходят стучаться в Его дверь и говорят, «Можно ли я поживу у вас, ведь я хороший человек?» Итак, Аннет, вы сказали, что тогда было 3.23 ночи. Как вы, кстати, узнали, что было именно 3.23? Я посмотрела на часы. Это было первое, что я сделала. Часы стояли прямо у моей кровати. И что вы услышали? Я услышала, что из гостиной раздаются какие-то крики, и пошла туда по коридору. Сид, я нашла своего мужа в таком состоянии, в котором я его никогда прежде не видела. Все, кто знает Билла, знают и его характер. По природе он очень спокойный, уравновешенный человек, консервативных взглядов. Таким он был всю свою жизнь. Для меня было настоящим шоком увидеть своего мужа, лежащим в нашей гостиной в позе эмбриона. Какой была ваша первая мысль? Я решила, что он умирает. Я думала, что надо звонить в скорую, и тут он начал кричать. Помолись, помолись за меня! Господь отправляет меня в ад! Когда он это сказал, внутри себя я почувствовала облегчение от того, что знала, что Бог дарует мне немного спокойствия в такой критической ситуации. Почему вы поверили в эту историю? Потому что я хорошо знаю своего мужа. Я знаю его еще с тех времен, когда мы с ним ходили на свидания. Я знаю его со слов его клиентов и друзей. Когда мы с ним ходили на свидания, я хорошо изучила его характер. Я сразу же ему поверила. Итак, Билл, Сид, я хотел бы объяснить это более подробно, чтобы о нас поняли все. Не все мы Божьи дети. Люди полагают, что все мы Божьи дети. Но вы не его дети. Он ваш Создатель. Но он не ваш Отец, пока вы не познаете Иисуса. Поэтому люди попадают в ад. Он не ваш Отец, но он любит всех. Он дает человеку выбор, дает ему свободу выбора. Но некоторые люди не принимают тот путь, который не приведет их в ад. Они выбирают свои собственные пути. Они говорят, я не верю тебе, Бог. Я не верю в твои деяния. Таким образом, они сами направляют себя в ад. Еще одна причина указана в послании к евреям в 12 главе. Там говорится, Бог наш есть огонь поедающий. Если я суну свою руку в огонь, чтобы кое-что достать оттуда, огонь сожжет меня. Я ведь не спрошу, почему огонь меня сжег. Что значит этот огонь? Я не могу этого сказать. Ведь сжечь — это природа огня. Природа Бога заключается в истреблении грехов. Но что Бог думает о том, что люди, созданные по Его образу и подобию, направляются в ад? Конечно же, как вы уже сказали, это не Он их туда посылает. Они сами посылают себя туда. Так и есть. Да. Он плакал, когда видел, как люди падали в этот туннель, из которого мы с ним вышли. Он плакал, когда видел людей, направляющихся в ад. Он не хочет, чтобы кто-нибудь там оказался. Он любит всех. Он отдал за нас свою жизнь. Он отдал свою жизнь, чтобы держать людей подальше от ада, чтобы сказать, что любящий их Бог умер ужасной смертью. И так мы очень хорошо изучили Билла. Мы поняли, что он был добрым христианином. У нас есть рекомендации от вышедшего в отставку начальника полиции, его пастора и других. Мы знаем, что он был добрым христианином. Знаем, что он часто рассказывает людям об Иисусе, но о нет. Вы знаете его лучше, чем кто-либо. Как он изменился после этого случая? Как? Во-первых, он оставил свою работу, потому что ему нужно было срочно рассказать людям об Иисусе, о любви к Богу и предостеречь людей, чтобы они не попали туда, где он побывал. Он и сейчас хочет всем об этом рассказывать. Сид, он наполнен таким состраданием к людям, он не хочет, чтобы кто-нибудь туда попал. Это изменило нашу жизнь. Я верю в ад. Разумеется, я никогда не видел его, я верю в вечные муки. Но, так или иначе, пока кто-то читает вашу книгу или смотрит DVD, особая важность не ощущается. В чем разница между тем, каким вы были до этого и каким стали теперь? Билл, что поменялось? Когда вы поймете, насколько суров ад, вы будете гораздо больше ценить то, что Бог спас вас от него. У вас будет гораздо больше здорового, благоговейного страха перед Богом, и вы не будете стремиться к подобным страстям, потому что мы должны поделиться хорошей новостью с людьми, чтобы они все поняли. Это важно. Аннет, а как это изменило вас? Также я хочу сказать, что я тоже остановила свою работу, хотя моя карьера развивалась очень успешно. Когда-то давно мне иногда хотелось поделиться с людьми этим знанием, но сейчас я хочу использовать каждую возможность, чтобы рассказать им об этом. Я не собираюсь бить людей Библией по голове. Я хочу просто поделиться любовью к Богу и надеяться, что, может быть, еще один человек не попадет в ад. Это позволяет вам лучше обозревать вечные вещи. Это действительно очень важно. Вы имеете в виду, что благодаря этому можно испытать Божью любовь? Он поделился со мной частью своего сердца. Сид, я не мог выдержать, когда почувствовал, что чувствовал он. Он чувствует боль, когда люди попадают в ад. Я сказал, Господи, прекрати это. Я не могу выдержать даже часть того, что чувствуешь ты. Он позволил мне просто испытать немного того, что чувствует его сердце. Он плакал. Вы бы тоже плакали, если бы узнали, что вскоре кто-то попадет в ад. Да, вот почему мы с ним отправились в путешествие. Но это не так важно. Я здесь не для того, чтобы убедить людей поверить моему опыту. Я здесь для того, чтобы стать для вас неким указателем, чтобы указать вам, чтобы, по крайней мере, подтвердить, что значит Божье Слово. Как вы чувствуете себя сейчас, когда испытали это? Со мной все в порядке. Бог избавил меня от всего этого. У меня просто осталось тревожное воспоминание о том, как он оставил меня, потому что я все еще помню картины ада. Меня никогда не оставит видение того, как другие люди горели и мучились, и что они должны были ощущать это вечно, и им никогда не выбраться оттуда. Знаете что? Если бы не было ада, но он есть. Если бы не было вечных мук, но они есть. Если бы не было вечных страданий, но они есть. Просто знайте, что любовь Бога существует. Не знаю, как бы я жил, не зная любви Божьей. Как бы я жил, не зная, что Бог был заинтересован во мне, как в личности. Поймите, что Бог заинтересован в каждом человеке так же, как Он был заинтересован во мне. Но люди даже не понимают этого, и им приходится жить в этом мире, не имея связи с Богом. Но цена за это уже заплачена. Иисус умер за ваши грехи. Если вы покаетесь в своих грехах и скажете Ему, что вам жаль, Он смоет ваши грехи и поселится внутри вас. Ведь это так замечательно! Это очень замечательно! Послушайте, Иисус заплатил за все ваши грехи для того, чтобы вы жили, не для того, чтобы вы горели и гнили в аду, а чтобы вы жили с Ним. Послушайте, даже если бы с вами ничего не произошло, мне кажется, никто бы не отказался от такого дара. Да, зачем же вам испытывать свою вечную душу и ставить ее на кон, ведь так вы можете потерять Божью любовь? Смотрите в следующей программе. На моего гостя в Африке излилось сверхъестественное спокойствие. Я хочу сказать, что это спокойствие было настолько сильным, что он не смог ни о чем волноваться. Абсолютно ни о чем! Это спокойствие было настолько мощным, что преодолело все негативные обстоятельства. Теперь он изливает это спокойствие на других людей. Вы узнаете об этом подробнее в следующем выпуске программы «Это сверхъестественно». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...